Всем доброго времени суток, с вами Лисон Роуз, мы вернулись в Sims 4 в создание персонажей, наконец-то, я давненько уже ничего, никого не создавала, сейчас скажу вам, как пришла идея этого видео, я думаю, уже по названию поняли, что мы сегодня с вами делаем. Дело в том, что вышел ролик у Анастасии, я посмотрела про модные тенденции, я не знаю, как это называется, стили, веско, герл, софт, герл и е-герл, я вообще понятия имею, что это такое, я не в тиктоке, нигде меня нет, не в лайке, я не понимаю, как это работает, я, наверное, просто устарела уже для всех этих вещей, но не суть. Я посмотрела этот ролик, думаю, я об этом даже никогда не слышала, потому что, в общем-то, я простых блогеров не смотрю, в основном каких-то игровых, и потом я села разбирать всякие дополнения, всякий кастомный контент в Sims'ах, качать новый, зашла на канал Клэр, я думаю, я уже сто раз про нее говорила, в этот раз я прям оставлю ссылочку на ролик, который я у нее увидела, как она создавала эти три стиля, в персонажах в Sims, воссоздавал этот стиль, и я подумала, блин, это крутая идея, тоже хочу, идея как бы не моя, сразу говорю, поэтому ссылочка в описании на нее, и плюс на патреон человеку, у которого я много достаточно вещей скачала, за подписку вот эту патреоновскую, за поддержку, поэтому многие вещи, например, от e-girl, я даже не могу выгрузить вам этих трех девочек, тупо потому что этот контент защищен и его авторским правом, там прям просьба на патреоне, если скачиваете, если оплачиваете патреон, скачивайте, пожалуйста, ни с кем делитесь, так что, сори. Итак, начнем, я даже не знаю, с кого начнем, начнем с Ви... Висико? Веско? Господи боже, я вообще потерялась в трендах, я в них ничего не понимаю. В общем, я так понимаю, эти девочки, по крайней мере, вот этот вот стиль, в общем, для меня характеризуется как какой-то домашний стиль. У них такие, знаете, небрежные прически, футболки какие-то безразмерные, балахоны, шортики, джинсики, резиночки, которые они надевают на руку, в общем, не знаю, откуда это все появилось. Начнем мы именно с этого. Вообще, знаете, мне так нравится создавать персонажей в Sims. Я уже об этом говорила, что для меня то же самое строительство не настолько веселое, как именно создание персонажей. Я накачала кучу предметов, сразу вам скажу, именно для того, чтобы создать эти три стиля, я очень устала их искать все. Это просто какая-то боль была, потому что, когда ты пытаешься найти то, что тебе нужно, попадаешь на сайты, знаете, вот эти вот... С тысячей рекламы, где нужно что-то подождать, и ты как дурачок смотришь, думаешь, так... Скачалось? Нет? А что нажать-то, чтобы скачалось? Если кто-то сталкивался с такими же проблемами, я на Пинтересте вот все искала, искала. Это прям какая-то... Какая-то боль и страдание. Я так понимаю, в этом стиле девушки не особо красятся, да? Они почти не красятся, они, говорю, выглядят как... Как будто я только что проснулась, что-то быстренько накинула и пошла. Поэтому я думаю, что она должна быть какой-нибудь светловолосой у меня. Кстати говоря, скажу я вам... Чистить свою папочку с модами чертовски мучительно. Кто согласен, тоже пиши, пожалуйста, об этом, потому что... Ну, это страдание, честно говоря, во всех этих 10 гигабайтах что-то найти. Там как не чистить, ты все равно что-то упустишь, и я еще... Я не знаю, сколько на это время надо потратить. Четыре времени потратила на поиски, на скачивание, представляете? Четыре, блин, часа. Минус вот так из жизни. Хоп, и улетела. Наверное, из аксессуаров максимум, что я добавлю, это реснички и прически. Господи, смотрите, сколько я всего накачала. Смотри, смотри, смотри. Вот оно все. Это от того как раз парня, который за денежку, получается, все это дело продает. Я вот у него скачала все эти причесочки. Вот, мне кажется, идеально подходит под то, что я видела в интернете. По-моему, подходит под стиль. Я так понимаю, они не пользуются особо косметикой. Слушайте, если я что-то перепутала, то я просто не шарю, так что не обижайтесь. Я думаю, просто нужно добавить легкого румянца такого, знаешь. Такой еле заметный. Я так понимаю, потому что они практически совсем не красятся. Из одежды, я смотрела, они носят и балахоны, и шорты. Но из всего, кстати, тоже, смотри, сколько красоты накачала. Но потом, может быть, как-нибудь вы еще увидите. Когда я буду кого-нибудь создавать, вы еще увидите эту всю одежду. Но я искала безразмерные футболки. И, слушайте, это какая-то боль. Я прям вот нашла только одну. Вот такую вот футболочку. Сейчас нужно подобрать нам с вами расцветку. Мне кажется, она должна быть какая-нибудь светлая, да, футболка? Ой, отлично. И нужны короткие шорты. Как бы они есть, но их как бы и не видно, знаешь. Вот как бы шорты вроде и есть, а вроде и нет. Нету того, чтобы прям чуть-чуть просвечивало, чтобы чуть-чуть видно было. Прям, знаете, проблема как в настоящей жизни. Либо шорты вообще короткие, еле поп прикрывают, либо до колена. Нету средней длины прям. Ладно, пускай будут джинсовые шортики белые. Но они там есть. Они там, между прочим, есть. Так, насчет обуви. Я видела, что они якобы носят салипончики. Ванс. Ну, конкретно ванс я прям не нашла. Но нашла вот такие. Единственное, что я не смогла нормально найти, это рюкзак. Вы знаете, она выглядит голой, но я не знаю. Мне кажется, они так и одеваются. У них прям длинные футболки, настолько короткие шорты, что их даже не заметно. Ну, по крайней мере, из того, что я видела. Что еще? Значит, резинка на руку. Нет, я прям четко скачала резинку на руку. Я поняла, сложнее всего не скачать что-то, а найти потом это. Вот что сложно. Мне кажется, знаете, она такая прям милашка получилась, что я прям не могу. Не знаю, сережки они носят. Слушайте, я постаралась разобраться в вопросе. Ну, не то, чтобы я очень много чего нашла. Ага, нашла. Нашла тебе резиночка. Честно говоря, я не знаю, какая она должна быть точно. Ну, я знаю, что их должно быть несколько на руке, но надеть, к сожалению, несколько нельзя. Было бы круто, если, может, было на две руки надеть. Ну. По-моему, получил скакать софтгерл. На самом деле, если подумать, что тут только не хватает рюкзака. Который, к сожалению, у меня ни один не заработал из всех, что я скачала. Дико извиняюсь. Меня она прям устраивает. Ура, мы сделали VSCO Girl. Я не знаю, как это правильно прочитать. Надеюсь, я правильно произнесла. Ну, посмотри. Основные атрибуты мы соблюли. Такая причесочка. Собрала и пошла. Резиночка есть, липоны есть, длинная футболка, шорты есть. Шорты там, правда, есть. На всякий случай. И, конечно же, вот эти вот ожерелья из ракушек есть. Единственное, что ей в руку бы еще стакан дать какой-нибудь. С кофе там. Или, знаете, вот этот термос. Термос. Каким-то они термосом или каким-то специальным бутылочком для воды ходят. Этого, к сожалению, нет. Сделали. Сделали, значит, VSCO Girl. Переходим к Soft Girl. Soft Girl это, в общем, все. Ну, по названию, мне кажется, все понятно. Это супер миленькие девочки. Супер миленькие. У них стиль супер миленький. Они все такие супер миленькие. Вот прям все повсюду прям супер миленькое. Прям вот ужас прям. Кажется, всегда с лицом у меня вот. Тяжело. Тяжело. Кто-то писал, что мне никак не получается сделать с максимально разнообразных девушек. Так бывает. Причем мы возьмем Soft Girl с... Как бы это сказать? С веснушками. Вы же видели, что мы с вами ни разу вообще не использовали этот скинтон. Хотя можно взять обычный какой-то светлый и накинуть сверху веснушку. Но веснушка смотрится некрасиво, когда я их скачала. Поэтому все-таки я лучше возьму именно скинтон с веснушками. Давайте подумаем над прической. Мне кажется, какая-нибудь должна быть милейшая прическа. Она просто должна быть милейшей просто девушкой. Мне даже кажется, что можно какую-то коробку взять, стрижку. Но я бы, наверное, взяла как раз с того, что я только недавно скачала. Сделаем темно-коричневые. И знаете что? Тут есть аксессуары к этим же волосам. Звучит, конечно, странно, но есть... К этим волосам покрасы еще. Но для этих волос ничего нет. Очень жаль. Ну смотри, по-моему, очень даже милая девушка получается. Что-то я там видела по поводу косметики. Стрелочки. Румяшечки. Мы прям супер милашку создаем. Еще я знаю, что подводочка, да? Какая-нибудь подводочка не очень яркая нужна. Теперь давайте с одеждой. Как раз скачала такой вот замечательный топик. Посмотри, какой он красивый. Очень красивый. Мне кажется, идеально подходит под софт-герл. Подумай просто. Ой, ну я нашла то, что нужно. Нашла идеально. И теперь снизу. Либо коротенькая какая-то юбочка. Кстати, вот эта смотрится неплохо расцветки. Правда, мне ее не нравится. Поэтому, конечно же, еще посмотрим. Может, что-то есть более подходящее. Но если взять эту юбку белой, то уже смотрится гораздо лучше. Оставим, наверное. Я думаю, что под кроссовочки белые нужно еще как раз вот такие носочки, чтобы их было видно. Мне кажется, это мило всегда выглядит. Вот, смотри. Какие интересные я подобрала. Мне прям нравится. Единственное, можно... Вот ей как раз можно какие-нибудь аксессуары добавить. Сережечки, что-нибудь такое. Прям вот невесомое. Ой, вот эти хорошо подходят. И я, наверное, дам ей сумочку в руки. Жалко, что браслетики не видно было. Ну, из-за кофты. Но кофта, конечно, смотрит супер. Честно говоря, больше сюда подходит сумочка на поясницу такая, знаете. Но она сюда не подходит тупо из-за того, что эта чертовая сумочка красится в цвет кастомной одежды. Вот это очень обидно. Потому что сумка подошла бы сюда идеально. Слушайте, я все переделала. Мне кажется, так лучше. С такими вот очень короткими шортиками. И последнее, к чему мы переходим. Как раз и-и-и-и-герл. Это вообще, я так понимаю, какое-то смешение субкультур в целом. Для них как раз-таки. Я смотрела, в общем, как вообще выглядят эти девушки. В целом они одеваются. Я даже не знаю. У них чем-то на хараджуку похож стиль. Я видела еще. Они носят цепи, юбки с цепями. Футболки, например, с длинными рукавами. И из-под футболок. Вообще классно выглядит. Мне такое в целом нравится. Просто не знала, что это называется e-girl. Я просто видела такие фотографии уже в интернете. И я не знала, что это оно и есть. Но не суть. Сейчас мы создаем последнюю девушку. Пытаюсь создать другое лицо. Но мне так тяжело. Я не знаю, вы тоже можете написать. Получается ли у вас каждый раз создавать новые лица. Мне кажется, это дается только художникам. А еще я забыла своего персонажа. Красивущего поменять глаза. Не знаю, почему я про это забыла. Только сейчас вспомнила. Поэтому сейчас я поменяю. Все, возвращаемся, возвращаемся. Что у нас, собственно, по этому стилю с этим стилем? Волосы. Нередко окрашена одна часть в одну сторону, другая в другую. Такое тоже у меня есть. Мы, конечно же, сейчас... Сейчас я одну секундочку вначале нацеплю, конечно, ресницы. Потому что красится из-за девушки очень ярко. Очень ярко. Очень заметно. Насчет волос. Давайте, конечно, с волосами определимся. Потому что тут сложнее всего. В принципе, мне кажется, что яркие волосы точно так же подойдут. Какое-нибудь омбре тоже точно так же ко всему этому делу подойдет. У меня вообще есть вот такой покрас волос. Черно-розовый. На самом деле, мне очень нравится. Я бы даже, наверное, так и оставила. Может быть, я выберу какой-то другой цвет. Покрасно пополам. Наверное, я все-таки черно-красный, наверное, оставила. Будет похоже на правду. Ресницы что-то ведут себя не очень адекватно. Вы ведете себя так неадекватно из-за... О, они из-за волос себя так ведут. Это грустно, но реснички я убирать не буду. Косметика. Что по косметике? Я точно видела вот такие вот сердечечки. Правда, с двух сторон у меня... Я такого не нашла. Но тут проблема этого сердечка, что я не могу сделать подводку. А я знаю, что у них очень яркая подводка. Ну, может, мы найдем подходящий макияж без всего этого. Кто знает. Вообще, еще, знаете, чего не хватает? Еще щеки у них тоже такие прям... Скорее, не щеки, а вот просто как-то растушевано вниз, как я видела. Розовый цвет. Знаете, наверное, я все-таки передумаю насчет той прически, потому что ресницы, словно, это вообще некрасиво. Если так посмотреть, то можно вообще волосы сами сделать просто черными, а кончики красными. Или, наверное, все-таки даже кончики ярко-розовыми сделать. Пускай будет так. Мне кажется, так даже лучше выглядеть будет. Ну, будет омбре. Ну, собственно, я... Та прическа тоже неплохо смотрелась, но мне это нравится даже больше. Губы. Губы я тоже видела, что они у них прям яркие. Прямо сочные губы какие-то. Прямо очень яркие. Тоже розовые. Оставлю сердечко, не буду добавлять подводку. Хотя все посмотрим. Дождите, давайте я гляну с подводкой, как будет смотреться. Тогда оставим без сердечка. Ну и септум тогда черным сделаем. Смотри, как хорошо выглядит. А? Ииии одежда. Вот ради чего я подписалась на Патреон того чувака. Только у него есть вот эти вот кофты. Только у него я смогла найти. Соответственно, выбрать можно любую. Можно с какой-нибудь надписью. О, Нирвана надпись. Мне прям нравится. А в аксессуарах лежит уже покрас рукавов. И я видела, что на большинстве фотографий они полосатые. Поэтому так и останется. Нижняя часть. Тут либо, наверное, драные джинсы, либо вот такая вот юбчоночка. С цепью. По-моему, это просто перфектум. Жалко, что нету... Знаешь, я даже не знаю. Я бы, может, и оставила ее фиолетовой. Жаль, оно по оттенкам не подходит. Ты всегда сможешь найти в разных цветовых категориях все, что ты хочешь. Но ты никогда не найдешь одинаковые оттенки. Похожие. Выглядит вроде одинаково. Смотришь, ну вроде все нормально. Я, наверное, оставлю все-таки фиолетовую. Почему бы и нет? Слушай, надо что-то с обувью. С обувь, мне кажется, должна быть какая-то тяжелая. И массивная. Но у меня точно такая какая-то была. Чтобы аж прям дерзить. Ну, наверное, не такие каблуки. Мне кажется, все-таки это прям должны быть... Прям сапоги. Ну, не такие. Ладно. Смотрится неплохо, но все еще не то. Вот от слова вообще не то. Вот прям совсем. Вот. Ой, а что случилось? Что-то случилось у нее с фигурой, извините. Не знаю, как это произошло. Так. И, наверное, я бы сюда, конечно, еще добавила колготки. Можно в целом какие угодно добавить. Но тут есть какие-то рваненькие. Кстати, они... Блин, а они хорошо смотрятся. Я бы даже их и оставила. А почему нет? Вполне. Ну, вообще, по-моему, очень даже похоже на правду. Я еще, наверное, все-таки прочекаю... Прически. Слушайте, случилась какая-то магия. Нашла вот такую прическу ярко-фиолетовую. И что-то все. Я прям залипла. Но потом я видела еще вот эту прическу. И я вообще решила оставить свое мнение. При том, что эта прическа лучше. Ну, серьезно. Эта прическа выглядит гораздо лучше. Посмотри. Чуть более похожа на бунтарку. Слушайте, ну все получается. Какая красота, я тебе скажу. Ну что, пробежимся по тому, что мы с вами создали. Надеюсь, вам понравится. Собственно, вот это вот как раз кофточка. И причесочка. И это все можно на патреоне у этого парня купить. Я симплисити, симплисити... Как-то не могу выговорить его ник, если честно. Но ссылочка на его патреон тоже будет, естественно, в описании. Можете там зайти посмотреть. Там и бесплатно есть контент. Тоже можете поскачать. Если что-то интересное у нее неплохие. Неплохая есть одежда. Прически. Вот, может, кому понравится. Начнем с Soft Girl. Мне кажется, у нее обычная такая простая походка. Вообще не напрягающаяся. Мне кажется, получилась она очень миленькой. Просто супер миленькой. Мне очень нравится, как вышло. Мне кажется, я в целом соблюла стиль. Старательно. Но вроде как у меня это получилось. Дальше мы переходим, конечно же, к Soft Girl. Очень миленькая. Наверное, миленькая. Ходит женственная походка, я думаю. Посмотри, какая красота. Очень хорошо в итоге, что я передумала насчет юбки. Сделала шорты. Тогда я, соответственно, смогла сделать и чулочки повыше. И все это вместе очень хорошо посмотрели. Все это вместе очень хорошо смотрится. Посмотри. Я все-таки в случае близко показываю. Да, тут вообще почти никакой косметики нет. Здесь у нас, конечно, веснушечки, миленький блеск. Ну, то есть ничего супер яркого тут нет. И, конечно же, E-girl наша. Самая яркая. Я даже не знаю, какая у нее может быть походка. Мне кажется, развязная походка должна быть у такой девчули. Такая вот она с вами получилась. Мне очень нравится, как все это вместе сочетается. Выглядит очень-очень ярко. Все вместе получилось просто отлично. Смотрим ее еще раз вблизи, если вдруг вы забыли. Ну, вот такие вот замечательные персонажи получились. Я вам настоятельно рекомендую тоже попробовать. Потому что, мне кажется, именно создать персонажей с каким-то конкретным стилем или в каком-то конкретном стиле, это довольно неплохая идея. По крайней мере, это еще, как минимум, очень-очень залипательно. Поэтому, почему бы и, как бы, почему бы не воспользоваться моей идеей и, как раз-таки, может быть, покачать каких-то, покачать новые одежды, попробовать новые стили, создать трех разных персонажей. Пишите, пожалуйста, что думаете об этом в комментариях. Не забывайте подписываться на стрим-канал на Инстаграм, все ссылочки есть в описании. Отдельное спасибо спонсорам. Канала тоже можешь оформлять спонсорскую подписочку. Если не хочешь оформлять, то, пожалуйста, просто пиши комментарий, ставь лайк. Это очень важно поддерживать активность на ролике. Ну, а мы с тобой увидимся в других видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok